Девушки отдыхают Господь создал их разными, чтобы они сливались с землей, на которой живут. Все как у людей. Ты им рассказывал, как волки охотятся? Нет, повелитель. Тогда послушайте меня. Стая волков, когда охотятся, разделяется на две группы. Маленькая группа идет туда, где находятся собаки, и нападает на них. После короткой схватки волки, будто побежденные, начинают убегать. Собаки, опьяненные чувством победы, бегут вслед за ними. Однако, они не знают, какая опасность поджидает их впереди. Большая группа волков выстраивается в форме полумесяца и, затаившись, ждет собак. Идущая впереди маленькая группа заводит собак прямо в середину этого полумесяца. После того, как все собаки окажутся внутри, волки окружают собак со всех сторон, и собакам бежать уже некуда. И в этот момент у собак уже нет надежды на спасение. Волки воют, чувствуя близость победы. Именно тогда они разрывают на куски свою добычу, чтобы утолить голод. Повелитель, прошу прощения. Проходи, мол, Кочеглу. Я тут беседовал с сыновьями. Повелитель, наши люди схватили вражеского шпиона. А он у вас заговорил? Зовут Джованни. Он лазучик папы Павла. Он признался, что папа старается вовлечь Венецию в войну. Ты знаешь, что делать. Зовут Джованни. Зелим. Зелим. Ты как? Иди умойся. Давай. Звучי. Звучит муни. Звучит муни. Звучит муни. Шех Заде Хазрат Лири. Какой чин, солдат? Как тебя зовут? Хасан Шех Заде. Я сержант. Как ты только посмел насмехаться над Шех Заде. Я приказываю немедленно его высечь. Что вы стоите? Вы слышали мой приказ? Простите, Шех Заде, но я сержант Янычаров. Меня не могут наказать те, кто не состоит в Янычарском полку. Молчи, дурак! Перед тобой стоит Шех Заде. Я отдаю приказ немедленно высечь его. 39 ударов! Пусть у них всего будет в достатке. Мне поручил их Ибрагим Паша. Не беспокойся. Я делаю все, чтобы они жили в мире и благополучии. Как хоть и Джа Султан. Все еще плохо спит? Кошмары продолжаются. По ночам ее крики слышит весь Гарем. Ее боль не утихает. Ей становится только хуже. Она уже не будет прежней. Она даже не смотрит на своих детей. Подобное горе очень трудно пережить. У Паши даже нет могилы. Но смириться необходимо, сынок. Иначе она не сможет жить. Она уже начала искать помощь у предсказательниц и колдуней. Меня это пугает. Это вас защитит от злых духов, госпожа. Теперь вы спокойно уснете. Все перемешалось. Я уже не понимаю, когда я сплю, когда бодрствую. Госпожа. Слушаю. Вот это прислали вам из столицы. Велели передать. Матушка, не беспокойтесь. Я сам поговорю с госпожой. Надеюсь, что это поможет, Мустафа. Махидевран. Госпожа. Это правда, что шах-султан переехал в мой дворец? Госпожа, с чего вы это взяли? Мама, что произошло? Ничего, доченька. Госпожа, она поселилась во дворце до вашего возвращения. Все понятно. Но как вы об этом узнали? Кто вам рассказал? Какая разница? Сначала повелитель, теперь шах-султан, сколько они еще нанесут ударов в спину? Госпожа, не расстраивайтесь. В этом нет ничего страшного. Как мне не расстраиваться? Ведь она сейчас живет в моем дворце. Кадди и Фенди, добро пожаловать. Спасибо, госпожа. Надеюсь, вы здоровы, иншалла. Слава Аллаху, да. Я очень рада, что, несмотря на столько дел, вы и для меня нашли время. Ну что вы, госпожа. Я ваш скромный слуга. Вы же знаете, для вас у меня всегда время найдется. Если что-то нужно, мне будет приятно вам помочь. Хорошо, мне нужна ваша поддержка. Мой покойный отец, султан Селимхан, оказывал содействие ордену Сюмбелие, который является ветвью суфийского ордена Хальвитие. Он пытался использовать влияние и богатство покойного достопочтенного Сюмбюля Синана и Фенди. Он был чудотворец. Шейх и Фенди сообщил о победе в Египте еще до начала похода. Меркес и Фенди все время с почтением вспоминает покойного султана. Да пребудет он в раю. Аминь. Мне тоже хочется оказывать им поддержку. Прекрасное намерение, госпожа. Я решила передать для обители Дервиши землю на побережье Юб-Бахария. Вы, как Кадий Стамбула, надеюсь, сможете взять на себя все формальности. Разумеется, госпожа, разумеется. Меркес и Фенди сейчас сопровождают повелителя в походе в качестве войскового шейха, госпожа. Как только они вернутся из похода, я увижу с Меркесом и Фенди и объясню ему эту ситуацию. А, госпожа. Кадий и Фенди? Что-то произошло, что вас сюда привело? Шах Убан Султан Хазрит Лири хотела меня видеть. Это меня удивляет. Неужели у госпожи какая-то проблема? Она хотела проконсультироваться по одному деловому вопросу. Ясно. Госпожа, с вашего позволения. Иди. Госпожа, прошу, Шах Убан Султан вас ждет. Да. Госпожа, Хюрем Султан Хазрит Лири приехала. Госпожа, Хюрем, что же тебя привело сюда? Мне стало известно, что вы попросили некоторые вещи, которые находились в хранилище. Я лично их доставила. Это все-таки вещи почтенной персоны. Вещи Ибрагима Паши? Именно. Зачем они вам? Это не секрет? Я хотела отправить их идти Джекюрем. Так же, как и вещи, которые были здесь. Унесите. Отдайте вещи страже. В чем дело? Скажи, откуда она узнала про вещи? В Гареме всегда все известно. Хюрем Султан приняла жесткие меры. Мне это очень не нравится. Ты смогла что-то выяснить? Нет. При мне они не разговаривают. Тебя раскрыли. Не думаю. Они бы убили меня. Сюмбюляга ее во всем поддерживает. Тогда возьмись за него. Заставь его проговориться. Я уже пыталась. Боюсь, он что-нибудь заподозрит. Но можешь не волноваться. Я наблюдаю за ними. Я не понимаю только одного. Зачем отправлять из дворца вещи? Ведь скоро Хатиджи вернется сюда. Вы сами так говорили. Чего ты хочешь, Хюрем? Скажи честно. Я думала, ты не желаешь меня видеть. Госпожа, я думаю, что не стоит сейчас вспоминать о наших обидах. Жизнь не стоит на месте. Я вас хорошо понимаю. Вы так огорчены из-за того, что случилось с Хатиджи. Наверняка вы очень сильно переживаете за нее. У меня нет намерения превращать это во вражду, Хюрем. Я не держу зла. Вот и хорошо. К тому же, мне кажется, от вражды нет никакой пользы. Ведь правда? Конечно. Ну тогда позвольте пригласить вас в гости. Я рада буду принять вас у себя. Мы сможем поговорить. Госпожа. Госпожа, мне кажется, вам не следует уезжать. Нужно хотя бы дождаться возвращения повелителя. Тогда мы сможем уехать вместе. Я и так долго ждала, Махидевран. Настало время вернуться во дворец. Госпожа. 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 Шех Заде. Мустафа, госпожа собирается вернуться в столицу. Я не в силах ее остановить. Чичик Хатун, приведите Хуриджи хан и Османа. Мустафа, я вам признательна. И ты, и Махидевран так долго заботились обо мне. Я вам благодарна. Что вы говорите. Это для меня большая честь. Я хочу, чтобы вы всегда были рядом. К тому же я хочу знать, что вас беспокоят. Я просто хочу вернуться в наш дворец. Ибрагима и мой. Сколько воспоминаний осталось в тех стенах. Я не позволю, чтобы там жил другой человек. Не позволю. Госпожа. Ибрагима... Госпожа, нельзя так. Не надо постоянно вспоминать Ибрагима. К сожалению, Ибрагима Паши больше нет. Он умер. Его убили. Смиритесь с этим. Я вижу, ты уже давно осмирился. Смирился и забыл его. Пойми, я не могу забыть. И я не хочу о нем забывать. Простите, вам придется остаться. Я не позволю вам уехать. Мустафа. Мой отважный Шихзаде. Ты за меня волнуешься. Это напрасно. Все в порядке. Я просто хочу вернуться в свой дворец. Я хочу растить там своих детей. В своем доме. На это я имею право. Верно. Захвачено Атранта, Кастро, Уджента и много соседних крепостей, Повелитель. Отлично. Передайте Литве Паше поздравления. Этой победой он доказал, что является великим полководцем. Я передам. Рустем Паша. Пусть начнут подготовку к отправке пушек. Хорошо, Повелитель. Повелитель. Прибыл гонец Хазыра Хайредди на Паши. Он говорит, это важно. Всемогущий Падишах. У вашего покорного слуги для вас дурная весть. Венецианские корабли потопили наш грузовой корабль, шедший из Авлонии в Атранта, под предлогом того, что он их не поприветствовал. Также они напали на корабль с послами, который я отправил к ним, дабы они возместили нанесенный нам ущерб. Позже они сообщили, что произошла ошибка и что атаковавшие нас капитаны будут наказаны. На этот раз венецианские корабли, находящиеся под командованием Алессандра Конторини, захватили галеры Сен-Джакбея и Гелебалу и убили 300 матросов. Адмирал венецианского флота Писарра приплыл к берегам Атранта с 43 кораблями под своим командованием. После того, как мы затопили одну из галер, они отступили. Однако, согласно некоторым письмам, попавшим в наше распоряжение, адмирал Карло Андреа Дорио заключил соглашение с венецианцем Писарра. Я жду приказа от моего султана. Ваш раб Хезир Хайреддин. Мир с Венецией разорван. Повелитель, венецианцы на это не осмелятся? Они потопили наше судно под предлогом, что их не поприветствовали. Эти несколько капитанов действовали самовольно. Посол Венеции в Стамбуле решительно уверял, что мир не будет разорван. Он уверял нас, но что значит эти нападения? Они нагло захватили галеру Сан-Жакбе и Гелебалу и убили 300 наших матросов. Сейчас они уже у берегов Атранту. Что скажешь, Малко Чуглу? Повелитель, если Венеция продолжит нападение, это осложнит ситуацию. Поход на Италию будет сорван. Где сейчас находится французский флот? Нам неизвестно, Повелитель. Передайте Людфи Паше и Харидину Паше следующее. Цель нашего похода изменилась. Мы идем на Венецию. Катастрофа, катастрофа. Святой Отец, у меня плохие новости. Атранта пала. Как же это может быть? Вы мне говорили, что султан Сулейман сейчас в Авлоне. Да, это так. Он там, ваше святейшество. Но один из его визирей, Людфи Паша, осадил Атранта, а позже он начал наступление и захватил близлежащие крепости. Это очень плохо. Солдаты Карла ничего не смогли противопоставить туркам. Султан Сулейман не сегодня-завтра выдвигается из Авлоньи с основным войском. А есть какие-нибудь вести из Венеции? И что будет, если эти негодяи решат перейти на его сторону? Ситуация серьезная. Франциск с севера вошел в Милан, чтобы отвоевать земли, которые отобрал Карла, императора Карла, его флота нигде не видно. Он только велел предать Франциска анафеме за его предполагаемое сотрудничество с турками. Мы не можем исключить Францию из христианского мира. И надо сделать все, чтобы как можно скорее примирить Франциска с Карлом. Это очень важно. Иначе в ближайшем будущем от христиан не останется и следа. Я понимаю. Нам начать подготовку к отъезду, Святой Отец. Повелитель, остров Корфу, расположенный в Адриатическом море, подходящее место для осады. Там неприступная крепость. Но если удастся ее захватить, путь на Венецию будет открыт. Что скажешь, Аяспаша? Это откроет нам путь в Венецию. Но мы потеряем на этом много времени, Повелитель. Венецианцы свалились нам на голову по твоей вине. И теперь ты говоришь, что я допускаю ошибку. Что вы, Повелитель, я... Я тебя предупреждал. Но ты уверял меня, что они никогда не вступят в войну. Лютфи-Паша, собери 25 тысяч солдат и высади их на острове Корфу. Как прикажет великий Паришах. Теперь ты, Паша, прими меры для обеспечения безопасности. Как прикажете, Повелитель. Лютфи-Паша, ты отправишься туда вслед за Харидином, Пашой. А мы прибудем позже. Госпожа? Вы здесь? Что тебя так удивляет? Мне запрещено входить во дворец? Ты что, меня не пустишь? Что вы, госпожа? Не говорите так. Я рада снова вас видеть, госпожа. Мне не сказали, что вы приедете. Я бы вас встретила. Хюрем у себя в покоях? Если хотите, могу предупредить ее. Нет, не надо. Займись лучше детьми. Госпожа. Субтитры создавал DimaTorzok Госпожа, значит, вы вернулись? Не надо притворяться, Хюрем. Что это все значит? Это ты писала, верно? Значит, письмо дошло. В этом письме сказано, что в смерти Ибрагима виновата Шахубан. Когда я все узнала, я тоже очень удивилась. Но это правда, госпожа. Я ведь знаю, что все обвинили меня. Вы прежде всего. Уверена, что это просто грязная клевета. Потому что я прекрасно знаю, на что ты способна. Я вижу, вы мне не верите. Но тогда почему вы здесь? Хюрем! Госпожа, если вы успокоитесь, вы поймете, что я хочу сказать. Подумайте, кто выиграл от кончины Ибрагима Паши? Кто после его смерти вошел в совет? Вы знаете, что я хочу сказать. Подумайте. Кто хотел отправить вас в Манису? Вы знаете, кто так хотел жить в вашем дворце? Хюрем, скажи, что ты хочешь? Свести меня с ума? Госпожа, пускай вы мне не верите, у вас есть на то причины. Вы никогда мне не доверяли. Но не игнорируйте мои слова. По-вашему, это неподозрительно? Явилась Шах Султан, и ваша жизнь превратилась в настоящий кошмар. Мне кажется, что это не случайно. Госпожа. Хотит же Султан во дворце? Да. Она вернулась обратно? Она останется во дворце? Не спрашивайте меня. Мне пока ничего не известно. Но я все узнаю. Госпожа. Ты получила письмо от Балибея? Тихо. Ты только ответь мне, что он тебе написал. Время пришло, Шах Заде. Утром отправляемся в путь. Едем во дворец? Нет, Шах Заде. Отправляемся на войну. Будьте уверены, в вашей жизни еще много будет отрубленных голов, отрезанных конечностей, стонущих от боли людей. Потому что это война, а вы, Шах Заде. Ваша жизнь пройдет в походах. Я не могу понять, почему меня вырвало. Это был позор. Не расстраивайтесь, Шах Заде. Вам нечего стыдиться. Особенно ваши годы. Балибей, это для вас отправлено из дворца. Шах Заде. Балибей, желаю лишь, чтобы, когда это письмо прибудет к вам, вы его прочитали в добром здравии. Надеюсь, что повелители Шах Заде тоже здоровы. Впрочем, пока вы рядом с ними, мое сердце за них спокойно. С тех пор, как вы уехали в столицу, время остановилось. Желаю, чтобы поход закончился, и вы целым и невредимым вернулись в дворец. Балибей, вас зовет повелитель. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Добро пожаловать, госпожа. Я сообщу госпоже о вашем приезде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вещи Ибрагима, ты прячешь их у себя в комнате? Я приготовила их для отправки тебе. К чему эти расспросы? Это письмо я нашла в сундуке. Любовное письмо. Написанное Ибрагиму много лет назад. Двое письмо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.